сегодня 27 января у нас продолжается зима холод минус 4 градуса и днем минус и ночью минус вот ребята сегодня во-первых всем здравствуйте уток куриц кормил куриц у нас одна курица всего вот первое яичко январь месяц конец января хотели куриц раньше завести но что-то тут какая-то болезнь была у всех курицы не знаю пачками сдохли по 100 по 150 куриц по 70 у кого сколько было все погибли мы не рискнули заводить куриц наверное придется все таки один да конечно придется и вот устал истис молодец ой как мы рады да первое яичко у нас радость скорее бы потеплело да передают погоду вроде бы хорошую потом тепло выпустим гулять сейчас пока сидят просятся просятся все там только дверь откроешь сразу дверям никуда не выпускаем здравствуйте всем уважаемые зрители и подписчики канала вчера хотел снять видео на что-то настроение было такое нет и не съемочная проблему не слышно машины ездят небольшая проблема образовалась как небольшая с одной стороны небольшая с другой стороны такая она неприятная сломался автомобиль стал проверять щуп масло на щупе и трубка вытащил вместе со щупом обломилась трубка и в блоке остался обломок он там запрессованный был вот он я его сейчас извлек в интернете смотрели как извлекать кто как но что гораздо как извлекают вчера целый день ковырялся работа приходится конечно вот он работа приходится в полевых условиях прямо практически на дороге вот сзади он сзади он дорога заезд машина высокая тент высокий никак нам не заехать высота вот газовой трубы от снега расчистил чтобы подлезать и он в машину зеленая трава под машиной лето так погода не сильно холодно все равно зима и зима вчера ты не замерз так тепло оденешься дело в том что к этой трубке подобраться очень и очень трудно так сконструировано ребята снять поддон у меня была машина с другим двигателем то вот эта трубка просто вкручивалась блок и все открутил выбросил поменял там что надо пять минут пять минут вообще никаких проблем здесь вот а здесь инжектор и вот до 405 мотор и слил все жидкости масло снял поддон тасол но прежде чем поддон снять это все снимать снять вот опоры опоры двигателей здесь болт и здесь вот болт даже никак не подлезть даже вот массовый провод это пришлось снимать потому что никак не возьмешь радиатор снимать радиатор снял все целый день вчера целый день взбирал к дело одно разбирать она то прикипела то заржавела то еще чего-нибудь не откручивается короче вчера до темна уже по темноте не стал выбивать эту этот обломок интернете посмотрел тоже один говорит типа сверлом на 8 но свое сверло на 8 и она благополучно ребята не делайте никогда так она благополучно встает вот сюда внутрь и получается трубка как бы развальцовывается в сторону просто она вообще не сдвигаемо делается ну и в конце концов колотил колотил велика на 10 и тоже пробовал 10 не влазит в конце концов где-то с третьего удара сверло вообще сломалось у меня был вообще шок думаю его не вытащил оттуда ну сверлом я имею ввиду тупой стороной туда чтобы она входила под рукой у меня было искал уже во своих ящиках что-то искал по подобное подходящие чтобы выбить вот он на 10 вот эту сторону наждаке снимал подпилил получалось где-то восемь с половиной и вот он там снизу вставляешь где щуп ставлю вставляется снизу и но быстро ты выбил внутри удары с одного удара слабы потому что материал такой вязкий он не хрупкий как сверло не лопну ничего и уперся в стенке не внутрь сверло потому что внутрь проваливается выдвигал просто с двух ударов ослабло и все потихоньку выпил ну и вот сейчас буду все собирать руку машина конечно не новая трубку сами видите в каком состоянии чего она такая кривая да и давно уже надо выбросить на старый хозяин ездил вот она даже щуп пугай так потому что она на каждом сантиметре изогнута и щупу там тяжко тоже приходится туда-сюда масло померять постоянно вибрация вот так вот дергаешь туда-сюда но теперь надо новую трубку вставлять за этого будут пушить залетать так теперь надо его поставить еще надо поставить сейчас ты этому будешь заниматься знающий не мерил как он тут тоже вот у запчасти тоже такая вещь непредсказуемая что тут оно как пойдет вроде что такого одну трубочку выкинуть руку и поставить 9 вот так сейчас надо ставить на место порядок опять дай бог что было все хорошо 5 работы надолго тут все собирать так ну вот ребята трубку благополучно поставила переживался может быть там диаметр просаженные что-то хорошо теперь ходит теперь что надо все собирать собирать надо лечу вот она там и помазал это видно посадочные и потихоньку туда просто застукал без фанатизма вроде бы зашла так с упорчиком но не слабо нормально все теперь начинаем все в обратном все это что значит поддон в обратном порядке начинаем собирать чем заканчивали что у начнем поддон почистим там все промажем прокладку наверно промажу все таки герметиком и буду ставить аккуратненько все поставим опоры на опоры посадим со вчерашнего дня стоит домкрате приходится двигатель немножко вывешивать потому что с маслозаборника не снимается просто так все начинаем доброе утро вот сегодня потихоньку собираю вчера уже темно было и замерз и снег тут пошел не остался бежать до конца короче вот может быть кому-то это будет на пользу может быть вот ребята будете когда заниматься дай бог не на дороге будет только это мастерской может или где в караже кто-то может не знают все крепления надо снимать вот эту облицовку надо отвертывать это сейчас ставлю уже на место крепление вот здесь радиатора обязательность отвернуть потому что когда будет домкратить мотор все пойдет вверх и может вас тут поломать крыльчатку отворачивал радиатор снимал потому что тоже крыльчатка идет вверх вместе с двигателем здесь вот здесь вот упрется крыльчаткой тоже может поломаться сливал антифриз снимал патрубки потому что патрубки тоже все двигатель идет вверх тоже может их сорвать не такое раньше было даже по неопытности вот антифриз вытек ну соответственно снять вот эти вот вот эти болты на опорах ключ на 17 где одна с этой стороны другая стой как-то ничего такого хитро ну потом все обратно порядке собирайте на ремень еще снимал вот сейчас буду ставить и заводить театр уже на месте сейчас только закрепить воздухан на место и все